Значит, лев сидит на своем троне посередине леса и оглядывается в разные стороны, все на него смотрят. Ну, царь зверев сидит и думает сейчас. Слушай, столько времени я работаю, то ни один раз я в отпуск не вышел. Давай-ка я пойду в отпуск, пойду отдохну и приду. Ну, а кого места меня поставить? Смотрит на волка, на охранника своего. Нет, говорит, сожрет всех. На медведя посмотрел. Нет, он тоже, говорит, перебет. Думает, кого-кого, эй, давай зайца. Он же у нас самый добродушный, не злой, порядочный. Пускай немножко посидит, немножко вождем станет после меня. Волку и медведю говорят, а ну пошли, говорит, привели мне зайца сейчас же. Раз и волк и медведь пришли к зайцу и говорят, заяц. Он говорит, что? Тебя царь вызывает, Лева. Зачем? Не знаю. Что, сожрать что ли хочет меня? Да не знаем, не знаем. Сожрет, значит, сожрет. Давай, пошли, на выход. Ау, сейчас заяц приходит, весь дрожит, уши вообще скривились. Лева смотрит на него. Он смотрит, Лева, ты меня вызывал? Говорит, да, конечно, вызывал. Лева, что случилось? Лев, так все нормально, слушай. Ты чего, расслабься. Я тебя хочу сейчас вместо себя посадить. Я уезжаю в отпуск, понимаешь? Я знаю, что ты добродушный парничка, вообще не хулиган, ничего. Вот вместо меня посиди и будь царем, пока я приеду из отпуска. Понял? Говорит, Лева, я не верю. Ты правду говоришь? Конечно. Давай, садись. Ну, раз Лева уехал в отпуск, заяц сидит посередине леса на шикарном кресле, оглядывается, значит, вправо, влево, охранники стоят, волки, медведи. Он смотрит и говорит, приведите ко мне сейчас рыжую лису, сейчас же привезти ко мне. О, волк посмотрел, говорит, ты посмотри, говорит, как уже начал командовать. Раз рыжую привели, лиса пришла, говорит, я слушаю, говорит, и смотрит, заяц сидит вместо льва. Говорит, это что, говорит, заяц вместо льва, как он сидит? Он, говорит, сейчас царь. Как царь? Да. Раз подходит, говорит, я слушаю, говорит, заяц. Говорит, не заяц, слушай, царь. А, ну, царь, слушай, ты, ты что эту свою шкуру имеешь, эту дорогую шкуру? Откуда тебе это такой дорогой мех твой, а? Ну, сейчас рыжая молчит. Что молчишь? Ты нигде не работаешь. Что-то делаешь, не? Крутишь, мутишь, я не знаю, что-то, какие у тебя движения, а? Не можешь сказать, откуда у тебя? Рыжая молчит, ничего не говорит. Не можешь сказать. Медведев говорит, забери ее в тюрьму, пускай она посидит, немножко очнется. Рыжая вообще с ума сошла. Раз, медведев, за рыжую, за шевороты, забрал в тюрьму. Забрал в тюрьму, сейчас в тюрьме сидит. Раз, неожиданно, дверь открывается и забрасывает утку. Рыжая смотрит, что утка бедненькая заходит. Она ему говорит, с тобой-то что случилось, утка? Меня-то, я не знаю, как замех там, я не знаю там, за что, не работаю. А тебя-то за что? Эта утка немножко вытянулась, себя потряхла и говорит, ты не поверишь, рыжая. Этот заяц вообще охуел. А что случилось? Слушай, говорит, он мне говорит, ты каждый год вообще на какие щи-щи на юг летаешь, а? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова